Это означает, что я работаю в различных научных крылах, в Крымской коллективе, это моя карьера. Я работал раньше, а сейчас я работаю на себя, на самого себя. Я предоставляю радиологические услуги разным учреждениям и больницам, в основном в США, но также и по всему миру. Я также сотрудничаю с различными университетами, но я не нанятыми, а у нас с ними контракт. У меня нет контракта по трудоустройству с ними. У меня собственная компания, это компания одного человека, армия, состоящая из одного человека. Это Флоренция, а это Киев. Очень красивые города, что один, что другой. Я стараюсь также выучить немножко украинский. Добрый ранок. Добрый ранок. А в следующий раз больше слов я буду знать. Сегодня мы немножко обсудим визуализацию плеуру и средостения. Потому что там могут встречаться патологии, не настолько частые, и они представляют трудность в определении для всем. Например, когда мы обсуждаем эмфизему. Сколько людей мы видим каждый день, у которых может быть обнаружена эмфизема, поэтому, когда мы ее видим, в заключении мы ее должны описывать определенным образом. Стимулы, сколько человек встречаем, не очень много. Даже в соответствующих больницах, Мемори и других, в США очень мало таких случаев встречаются, таких заболеваний. И когда мы с ним сталкиваемся, не надо бояться, надо почитать быстро в литературе, и освежить, и наилучшим образом сделать соответствующее заключение. И так мы обсуждаем флевральные и объемные образования, и тимусные поражения. И, как всегда, в связи с тем, что это редкие патологии, мы должны помнить и иметь уже соответствующий подход к любым типам заболеваний, которые встречаются в человеческом теле. Поэтому нужно описать локализацию, прежде всего переднее или заднее средострение, потому что, когда мы локализуем, наш мозг, наши знания поможут нам уже дифференцировать. Мы хотим также знать в возрасте пол пациента. Это тоже нам поможет в дифференциации. Нам не обязательно окончательное решение для этого объемного образования искать, но надо помогать как можно больше врачу. Размер определяем, характеристики поражения, однородное, неоднородное, а также затронутость вовлечения соседних, близлежащих структур, или это поражение фильтрирует соответствующие ткани, рядом лежащие. И, как в любом другом заключении, когда мы определяем стадию и тимумы, то мы делаем стадирование. После стадирования можем посмотреть на случайность. И всегда у онкологических пациентов, вот когда пациент приходит, мы задаем вопросы, которые для хирурга важны. И затем обращаем внимание на какие-то детали, которые могут быть значительными. Вот рентген грудной клетки. Видите этот? Здесь большое объемное образование, которое трудно... Вот так большинство патологов обращают внимание на средостение. Одни начинают с рентгена грудной клетки, и тут слишком много описывать не надо, надо найти находки. И следующим шагом будет КТ. Вот здесь уже мы более подробно посмотрим по соответствующим линиям и указывающим на локализацию. А потом на КТ уже точно локализуем поражение. Средостенные опухоли, вилочковые железы, щитовидные, герминовые. Герминовые могут встречаться в тистикулах, но также и в переднем средостении. Необходимо помнить об этом и соответствующую дифференциацию учитывать. Почему-то они требуют различного терапевтического подхода. Насколько важно является, чтобы вы распознали их? Не так-то уже важно, честно говоря. Но если здесь большое поражение в переднем средостении, то биопсия может установить. Это лимфома или карцинома. В этой категории опухоли очень по-разному лечатся. Разные подходы будут. И поэтому нужно описать научным образом и рекомендовать биопсию в соответствующем случае. И менее часто встречающиеся поражения. Важный орган в средостении это вилочковая железа. И она меняет ход жизни. Есть химическая реакция после химотерапии или определенные заболевания, осложнения после лечения. И, например, 45-летние, например, 45-летние, мужчина, как я, у них могут полностью исчезать вот такие вещи со временем после лечения. Здесь у нас дифференциация тимусных образований. Они все находятся в переднем средостении, и можно более специфично с ними работать. Это возможные варианты тимусных образований. Гиперплазия, карцинома, тимома и нейроэндокринная эпоха. И более редко встречаются такие, как лимфома, тимусная киста и тимолекома. Каждый раз, когда вы делаете заключение, вы должны помнить, какое же лечение может подойти этому пациенту потенциально. И таким образом начинаем организовать заключение, имея в виду потенциальное лечение. Например, вот это большое объемное образование, которое обволакивает сосуды. Вы заметили здесь, есть еще один маленький узелок, который очень важно описать, потому что это метастазы, это заболевание четвертой стадии. Если это не метастаза, это может быть лимфома или тимома, то и подход может поменяться. И нужно всегда рассмотреть первичную опухоль. И вот у нас пример гиперплазии тимуса в вилочковой железе. Она может встречаться у более молодых, взрослых. Она может разрастаться на все переднее средостение. И кто тут вам может помочь, если это в определении злокачественности или нет этого поражения, это ПЭТ, модальность ПЭТ. Если это гиперплазия, то находим узелок, который можно направить на ФДГ. Как подходить к этому? Очень трудно иногда в этом определиться. Вот это, например, сосуды. Биопсия очень трудна этих сосудов. Может быть, несколько подходов. Можно иголкой пройти через грудь с риском повредить сосуды. И если кровотечение в этой области будет, то трудно потом будет пережать сосуды, чтобы остановить это кровотечение. или можно пройти через средостение, вот здесь небольшое отверстие сделать и взять образец. Взять образец все-таки на гистологию. Или подождать три недели, шесть недель и затем провести переоценку. И тогда большая биопсия будет более легкой. Если такое образование в средостении, то необходимо хорошо интерпретировать эти снимки. Если оно очень близко к стенке грудной полости, то можно трансторакальную биопсию проделать. И здесь нужна именно такая биопсия. Очень разные лечения могут затем предлагаться для таких образований в зависимости от реализации биопсии. Модальность КТ. Почему? Для средостения. Она дает хороший контраст и немного жира также нам помогает описать инфильтрацию в соседние ткани, прилегающие ткани. Это система стадирования ТНМ для ТИМОМы. Когда мы сталкиваемся с ТИМОМой и у этого пациента уже была биопсия для стадирования, мы уже знаем, что это точно ТИМОМа. Берем Google и смотрим ТНМ стадирование. Что мы здесь еще? ТИМОМы, которые вы хотите описать, это ответы, которые хочет клиницист от вас получить. Отношение к плевре, к перикардиуму, вовлеченность плевре и перикардиума. Т2 и Т3 это всегда резонцируемые опухоли. Затем переходим к Т4 и даже истинно для всех других опухолей Т4 уже нерезонцируемые. И, например, можно, нельзя резонцировать все орту или миокард. Нельзя резонцировать все орту или миокард. Долго вы не проживете после этого. и вовлеченность лимфоузлов первичной опухолью и затем метастазы, потому что в зависимости от этого меняется прогноз лечения. Какие же основные характеристики, которые мы оцениваем? Мы их уже упомянули. Это инвазия жира. Когда мы рассматриваем инвазию жировой ткани, вот здесь об этом я говорю, вот это аорта, вот образование и это объемное образование, конечно же, не заходит через эти, не проходит через эти. Мы не обнаружим жир в сосудах. Я уверен в этом. Но здесь немножко трудная ситуация, я не уверен, действительно ли эта большая опухоль заходит в легочную артерию или нет. Почему я не уверен? Потому что это косая плоскость. И на этом уровне легочная артерия косая и не лучший плоскость, не лучший разрез для оценки опухолей и сосудов, их соотношения. Поэтому я делаю перпендикулярно этой плоскости реконструкции с тем, чтобы лучше оценить. И это всегда истина. Мы иногда стараемся очень быстро сделать заключение руководствуясь только осевой, аксиальной визуализацией, а коронарной, сагитальной и как в этом случае касаясь сагитальной и надо попросить произвести реконструкцию или самому реконструировать на предмет оценки наличие или отсутствие жира в этой опухоли, в этих сосудах. Еще одно объемное образование ТИМОМа в переднем средостении. Что мы здесь ищем? Депозит в плевральном пространстве, в плевральной полости. Есть очень большой депозит, который очень трудно пропустить, он заметен вот в его распространении, но вот этот изоглог здесь, его нетрудно обнаружить, но когда он был наполовину размера, и это метастаз, который размера, и это метастаз, который был вот на половине размера, его трудно было обнаружить, поэтому нужна хорошая техника. Очень часто мы видим соответствующее искажение в области левой диафрагмы достаточно часто. В таком ситуации нужно попросить повторить визуализацию для пациента. Можно рассматривать перпендикулярно плоскости диафрагмы, это коронарная плоскость этих изображений. Теперь перейдем к опухолям плевры. Редкая опухоль с трудным лечением и прогнозом это солитарно-фиброзная опухоль плевры. очень редко встречается из висцеральных плевры 70% или париетальных плевры 30% случаев происходит. В большинстве случаев доброкачественные, но может быть агрессивные случаи. Доброкачественные, но может быть агрессивные. и повторно вырастать в том же самой локализации, что пациенты после резекции этой опухоли возвращаются на обследование и 10% этой опухоли по заключениям патолога они не могут понять, почему она растет на том же самом месте после резекции и необходимы первичные снимки для того, чтобы оценить точную локализацию, что это именно то же самое место. Нужно помнить, что здесь эти опухоли не имеют отношения к азбесту. И здесь мы идем к мезотелиоме. Если пациент не дышал азбестом, то фиброзная опухоль левры имеет соответствующее отношение. Для стадирования мезотелиома это очень трудно. Стадировать и обнаружить это фоновое или воспалительное заболевание. Когда мы пытаемся произвести стадию и оценку опухолей в плевральной полости, которые мы мониторим и пытаемся обнаружить именно мезотелиома, вот эти характеристики мы должны рассматривать по системе стадирования. Я не помню наизусть эти стадирования, тем более не так часто встречаются мезотелиома. Поэтому, когда вы делаете заключение, по соответствующему случаю, вы просто загрызите систему стадирования. Теперь это... Здесь, опять же, смотрим на вовлеченность опухоли в различные окружающие ткани. Мне трудно понять, когда вот такая опухоль встречается, она простирается за плевру в грудную стенку, она все еще является резектируемой. Одно простое разрастание опухоли в стенку грудной клетки, здесь можно применять хирургический подход. Если с другой стороны начнется, все уже не резектируется, потому что, если опухоль росла на обе стороны плевральной полости, это уже затрагивает легкие и так далее. Что в этом пациенте мы ищем? Вот эти лимфоузлы. Эти лимфоузлы, они канцерозные или нет? Единственный признак у нас распространения имеется здесь, если это раковые лимфоузлы, то будет ли пациенту польза такой очень растягивающей хирургии? Я думаю, что некоторые из вас видели подобных пациентов, да? на окружающей ткани и здесь невозможно хорошо визуализировать себе их сторон. Это перикард и инфильтрация в миокард. Это нерезицируемая опухоль. Здесь мы пытаемся определить мезотолиом, или это многовоспалительная ткань. Нужно дифференцировать воспалительную ткань от опухоли, которая может быть резицируемой или нерезицируемой. Очень трудная ситуация, очень трудная задача для радиога. Что может вам помочь? ПЭТ может вам помочь. Он сможет обратиться к метастазам, которые иначе можно было бы пропустить. Стазам, которые иначе можно было бы пропустить. И поможет вам также рассмотреть область этих утолщений плевры. Уверены ли мы, что вот эта часть показывает ФДГ поглощение, и это рак? Нет. Воспаление тоже поглощает ФДГ, а это может быть мезотелеома. Но если взять биописию, мезотелеома, но если взять биописию этой области, и если здесь утолщение и небольшое ФДГ поглощение, вы можете сказать, что можно просто дальше наблюдать эту область. А если утолщение по сравнению с предыдущими снимками и многое, большое поглощение может быть активное воспаление связанное с раком, здесь возможно придется взять биописию. пример поражения надпочечников или аденома. Аденома могут быть с поглощением ФДГ, это не поможет вам дифференцировать. Традиционной радиологии невозможно здесь дифференцировать по КТ-протоколу или МРТ-протоколу для надпочечников соответствующих характеристикой выселения. Необходимо будет иногда в конце концов делать биопсию. Итак, это надпочечниковое поражение в ДГ не поможет определить злокачественность или доброкачественность. Здесь у нас дескрипторы описывающие факторы, подсказывающие что это воспаление, то есть плевральная инфузия, которая трансформируется в мезотелелому. Видите, она более ограничена по сравнению с другим местом. Здесь у нас сокращение плевральной полости и соответствующие заболевания щели. Но воспалительное заболевание также может выглядеть вот таким образом. Когда имеется диффузия, просто для проверки, для уверенности. Вот узелковое аннулярное заболевание и можем эти узелки посмотреть на ПЭТ для проверки возможных рецидивов. После резекции опухоли может быть иногда очень трудно наблюдать их и пациентов. У них может быть рубцовая ткань, грануляционная ткань и дифференцировать опухоль от этих тканей может быть очень трудно. И одна из рекомендаций может состоять в том, что если мы не уверены полностью, то делаем ПЭТ. Это может дать нам окончательный ответ. В некоторых случаях и не дает, не удается. Но все-таки если мы хотим этого пациента, то мы должны это делать. А так как же оценивать инвазию в стенку грудной клетки? Мы хотим здесь рассматривать все возможные плоскости для обнаружения распространения из плевры. Это очень трудно обнаружить. Когда опухоль просто выходит за плевры, это легко. Здесь радиология не надо. Хирург сам может это увидеть и понять. А когда мы смотрим степень распространенности на мышцы, то чего не могут хирурги и другие врачи, это обнаружить облитерацию экстраплевральных плоскостей жировых участков. очень нелегко бывает это обнаружить. Но мы должны стараться наилучшим образом это сделать. Бывает происходит эрозия ребер и опухоль уже произвела инвазию за них. Видите жировая ткань, жир. Это американский пациент. Это американский пациент. видите эту область здесь по сравнению с другим с другой стороной сравнения например в детях мы делаем когда мы смотрим детей мы сравним с другой стороной и то же самое в случае этих апохолей. Если хотите получить сравнение берем другую сторону грудной клетки контролатеральной смотрим распределение жира смотрим где этот жир находится здесь нет жира нет вся эта мягкая ткань не природна для этой области потому что противоположная сторона полностью нормально то есть это явно более распространенное и выходящее за само плеверообразование так что мы здесь ищем облитерация этой жировой плоскости видите где здесь жир если он исчезает это не очень хороший признак к сожалению некоторые пациенты тонкие худые у них нет достаточно жира от которого можно толкнуться поэтому мы в таких случаях не можем быть уверены рассматривая этот жир можно применить корональную сагитальную или косую проекцию и затем реконстракцию проводим для осмотра силы жировой ткани через стенку грудной полости у каких-то пациентов может быть жировая ткань а у других пациентов очень мало жира видите тонкая линия между плеврой и мышцами вот это всего-навсего мы ищем исчезание этого жира но его прослойка меньше миллиметра у некоторых пациентов это очень трудно но если жир есть он может помочь вот распространение за плевру видим инфильтрацию жировой в большинстве случаев жир это наш друг для таких пациентов непрямые признаки инвазии в другие органы например пищевод если пищевод мы ждем флевральный мы ожидаем расширения над соответствующим местом очень просто для радиологов увидеть это расширение делать но не просто для хирурга обнаружить это это признак который можно легко описать и объяснить хирургу что уже пищевод охвачен этой опухоли поэтому это не кандидат на резекцию инвазия в аорту как случилось вчера с раком поджелудочным мы описывали по сосудам что нам помогает определить есть ли увлеченность сосудов или нет 50% если 50% и большая окружность вовлечения то сосуд уже вовлечен опухоль уже проникла в сосуд а если нет то сомнения остаются по поводу вовлеченности сосуда 50% или меньше для ответа на этот вопрос нужно смотреть перпендикулярно вот этот снимочек очень хорошо показывает что опухоль распространяется охватывает аорту значит это не кандидат на хирургию а в этой сагитальной некорональной плоскости которую я вам раньше показывал опухоль распространяется за плевру также с этой стороны грудной стенки не только по направлению к аорте и жировая плоскость очевидно это здесь показывает видео вот здесь и здесь жировая плоскость опухоль распространяется за нее. Она всегда проходит. Но это тонкий признак. Вы, как кардиолог, можете это увидеть. Но хирург, если ему показать, то это же легко. Когда вам что-то подскажут, вам уже легко, конечно, после этого работать. А самостоятельно работать, если никто не подскажет, то легко пропустить такие признаки. Если здесь сильное поглощение ФДК, то делаем КТ и более тщательно рассматриваем местоположение этой опухоли. Итак, я говорил вам об организации заключения. Мы уже поговорили о том, как надо противостоять вот этим странным монстрам, которые в средостении существуют и проводят свою инвазию. Теперь рассмотрим некоторые примеры. Объемное образование, дифференциация. Нужно помнить признаки дифференциации всегда при составлении заключения. В составлении заключения никогда созритачиваться только на одном типе заболеваний. Нужно все необходимые тесты провести. Это очень важно для окончательного диагноза. Итак, это тироидные зубы, щитовидки. И вот, что для него истинно. многие из этих моментов помогают помнить о том, как ведет себя заболевание в средостении. Почему это очень важно? Высокое ослабление. Затем, при хирургии это важно. не так они редко встречаются на КТ, эти признаки. Видите, вот эта область. Это маленькая. Первое, что мы делаем как радиологи, это МРТ, берем на оценку плотности. И около нуля соответствующий параметр плотности. Как вы думаете, что это такое перикардиальная жидкость? Там могут быть карманы, в которые может проникать перикардиальная жидкость, жидкость перикарди. Очень важно не путать их с лимфоузлами. Патологи, мы ранее описывали, что если нет патологических лимфоузлов, то это жидкость перикардиальная. А если есть лимфоузлы, это может быть некротическая лимфа, тогда мы меняем ожидаемый прогноз и стадирование этого пациента. Нужно иметь вот эту возможность дифференциации, потом помнить о ней. Можно решить эту проблему с помощью сагитальной визуализации, чтобы лучше оценить пространство перикарда. Очень базовый, фундаментальный образ, и я уверен, что легко все здесь присуще, на них ответят. Что мы здесь делаем? Мы в поражении плевры. Следующим шагом будет КТ. И это очень биопсируемая, очень легко биопсируемая ситуация через стенку грудной полости. Вот объемное образование в переднем средостении с соответствующим грудной полости. Мы здесь можем не поставить сразу диагноз, но принципы дифференциации обязательно помните. Я вам даю дополнительную информацию после лечения. Немножко мягкой ткани в этой области, видите? А это и через год. Итак, возвращаясь к тому, что мы говорили пару дней назад по поводу рубцовой ткани, после лечения заболевания вы ожидаете появления рубцовой ткани или в этом случае это может быть также рецидив тимомы лечили пациента, молодого пациента, возможно, это была лимфома. Тимусный рецидив. И возраст подсказывает, каком заболевании необходимо здесь думать. У пациента не было рака в анамнезе. Он был в автоаварии и видите жировая инфильтрация. Жир выглядит таким образом, как будто вилочка жир за полночью исчезла. Если пациент более старшего возраста, то у него, конечно, меньшего размера будет эта железа. И смотрим объемное образование перед этим средострении. Можно сказать, что это, возможно, остаточная вилочковая железа. И биопсия здесь, конечно, связана с проблемами. И нередко в таких ситуациях это тимусная гиперплазия. Более пожилой пациент без без рака в анамнезе и опять же автоавария. У него переломы, тут пневмоторакс, снимочки показывают все это и кое-что еще. Видите, двусторонняя гинекомастия, гинекомастия. И что интересно здесь, у пациента после автоаварии не ожидайте, что у него гинекомастия может проявиться. Это, возможно, связано с фактом заболевания болезни печени или что. Этот пациент использует лекарственные средства или наркотики. Тут зависит от того, как полиция подойдет к этой автоаварии, вовлечено ли в эту аварию травмирование других людей. поражение немного абсорбирует ЭВТГ, но не слишком много. И так как мы проводим вот такую биопсию, необходимо избегать попадания в сосуды, поэтому биопсия идет вот так, в каком направлении. И в таком направлении мы как можно дальше стараемся держаться сосудов, чтобы их не затронуть, не повредить. Видим, эфузия. Можно спокойно резонцировать. И вот в таком направлении не будет кровотечения из этих сосудов. И максимальное осложнение, которое может быть, это пневмоторис, который очень легко лечится в больничных условиях, в стационарных условиях. Что вы здесь видите? В наших госпиталях, больницах достаточно часто делается визуализация без анамнеза. То есть бывает нет анамнеза того, что мы видим на этих снимках. И первое, что мы замечаем, это вот эти карцинаты здесь. Можете подумать, что у этого пациента было поражение азбестом, азбестозное. Видите немножко зловатого утолщения плевры, узелкового утолщения плевры, узелкового утолщения плевры, в этом пациенте мезотелеома. дискомфортом в груди. Симптоматично не после автоварии. Смотрим, этот дискомфорт вызывается вот этим объемным образованием. Начинаем дифференциальный диагноз. В этом случае надо помнить, что здесь может быть что-то другое, чем лефома. Провели биопсию. Вот это воздух. А здесь скопление жира передней части грудной клетки. Возможно небольшое кровотечение, даже если мы пытались избежать сосудов, немножко деформация растет, но возможно в связи с процедурой. Наблюдение после лечения все исчезло. Только два заболевания, которые исчезают вот в такой степени после лечения разрешаются. Один это лимфома, одно это лимфома, а другое герминома, которые могут встречаться в этой области. Нужно об этом помнить где-то в уголке сознания. видите это университетом онкологи сразу говорят, а это лимфома, давайте лимфома. Сегодня, конечно, это уже не так, но 10 лет назад вот такая могла быть ситуация. Здесь у нас поражение, отрицательное значение оно может выглядеть как жир, это жир выглядит как жир. Так почему же отрицательное значение в единицах Хаунсфилда по плотности, потому что артефакт это все на все. и каким образом описывать этот артефакт. Если проявляются такие артефакты и достаточно часто они встречаются в этой области в связи со стернотомией таких пациентов предыдущей мы применяем двойное энергетическое КТ для реконструкции соответствующей как для реконструкции например бедренного сустава. Еще один случай здесь мы пытаемся представить что здесь происходит. Происходило видите узелок в перикарде это образование лимфоузел утолщение плевры узелки в плевре узелки в легком здесь надо думать уже каким же будет моя дифференциация каким же будет моя дифференциация этих образований и как описывать эти типы образования это тимома в продвинутой стадии с возможными метастазами в лимфоузлы и это плевральное поражение в пациенте лимфома выполняется КТ-скан при наблюдении и в определенный момент кто-то обнаруживает вот это поражение через год оно немножко увеличивается возможно в этой области тела это зависит от того может быть немножко не совпадение а разночение между годами и так провели большую хирургию этому пациенту резонцировали это была тимусная киста можно было бы ПЭТ или МРТ сделать можно было бы ПЭТ или МРТ сделать для того чтобы избежать стерностомии это могло бы уточнить диагноз и избежать такой обширной хирургии на этом все спасибо спасибо